У меня есть зато другая черта. Все, что не работает, я выкидываю сразу. Поэтому я использую только то, что работает. Вот у меня в семье двойняшки, 11 лет, 2 дочки. Тоже первое время я вообще ребятам говорю, как детей надо воспитывать. До 5 лет вообще трогать нельзя ребенка. Пусть растет как сорная трава, потому что в это время он не слушает, не слышит, не понимает смысла слов. Но в это время ребенок учится на примере родителей. Он смотрит, что делают родители. Поэтому если вы ребенка хотите чему-то научиться, то смотрите на свои слабости. Где вы ведете двойные стандарты. Говорите одно, делайте другое. Именно до 5 лет ребенок очень в этом плане сильно внимательен, потому что для него вы есть вся вселенная, и всю информацию этого мира они получают через ваше поведение. Как реагировать и так далее. Поэтому если вы кого-то обманываете, либо с гостем пообнялись, поцеловались, а потом он ушел, и говорите про него плохо, все, ребенок это уже воспринимает. Поэтому вот это до 5 лет. С 5 до 10 лет, это начальная школа, я бы сказал, что в этот период надо ребенку дать шведский стол. Максимальное количество занятий. То есть записать на курсы верховой езды. Походит, походит, через 3 месяца записать на гимнастику. Походит, походит, через 3 месяца на ментальную арифметику. Походит, потом на шахматы, потом на гимнастику. По очереди давать, давать, давать. Почему? За эти годы нужно, чтобы ребенок перепробовал максимально возможное количество занятий. Тогда вы увидите, что быстрее и легче проявляется склонность ребенка к чему-то, и к чему у него есть тяга. А когда вы не даете шведский стол, не даете попробовать блюдо, а просто ему говорите, скажи твое любимое блюдо, то он скажет из тех 2-3 блюд, которые вы ему давали до этого, там, борщ, лапша и мороженое. Вот, естественно, выберет мороженое. Поэтому надо максимально это. Дальше, после 11 лет, мой подход общий, после 11 лет, после того, как ребенок проявился себя, как фотобумага, в 2-3 направлениях, дальше работает очень простой принцип. Усиляй сильное. Вот у него есть склонность к рисованию? Нанимайте репетитора по рисованию. Вот у него есть склонность к математике? Нанимайте репетитора по математике. И пусть он газует в этом направлении. На остальные предметы начхать. Пусть он газует только в том, что он силен. Усиляй сильное. Это правило, которое никогда в жизни меня не подводило и никого никогда в жизни не подводило. Усиляй сильное.